Очень много фактов по коррупции таможенной. Будет ли какая-то реакция или будут возбуждены дела? Ну, я то, что сказал, генеральная прокуратура возбудила, не возбудила, а зарегистрировала материалы в ЕРПП по статье «Покушение на убийство в отношении Артенса Мэйка». Но я отметил, что была создана совместная следственно-оперативная группа межведомственная, которая в настоящее время под эгидой Государственного комитета национальной безопасности будет изучать и проводить соответствующие проверки по всем доводам, которые указаны в этой статье. Я и предполагаю, что туда будут приглашены все те лица, которые указаны в этом журналистском расследовании. В том числе, возможно, и Матраимов сам будет приглашен туда. Так как Матраимов не является официально в таком-либо розыске, мы, честно говоря, не отслеживаем, где какой гражданин находится. Но я, насколько мы слышим, что товарищ Матраимов, он находится на территории Кыргызской республики. И так как материалы жередния в Государственный комитет национальной безопасности, я думаю, что либо он туда сам явится, либо его обеспечит для того, чтобы полностью провести все необходимые доследственные мероприятия в части установления тех доводов, которые были изложены в этой статье. В части митинга, который планируется сегодня провести на территории города Бишкек, есть решение суда о том, что период проведения международных мероприятий в городе Бишкек, приуроченных ОДКБ и государственному визиту главы государства, у нас запрещено проведение больших митингов на территории рядом с Белым домом, рядом с домом правительства и с другими соответствующими особо охраняемыми государственными объектами. Но я уверен, что если этот митинг будет проходить, никто этот митинг разгонять не будет. Все-таки мы государством являемся демократическими, и если люди хотят выходить туда, выявлять свою определенную волю, то ради бога пусть они туда будут. Руководство финансовой полиции к этим всем махинациям, которые были указаны, я навряд ли думаю, что в отношении Аркенса Маити было предъявлено обвинение по уклонению от оплаты налогов в республиканский бюджет в особо крупном размере, а также было ему предъявлено обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем. И то, что налоговая проверка доначислила соответствующую сумму в размере 2 миллиардов 600 миллионов с копейками сумм, это говорит о том, что руководство финансовой полиции навряд ли причастно к этой незаконной деятельности. Но несмотря на это, межвидетельственная следственная оперативная группа будет проверять, изучать все определенные доводы. Я хочу сказать, что все эти журналистские расследования и соответствующая реакция правоохранительных органов находятся на контроле секретариата Совета Безопасности. Потому что любое опубликование какой-то информации в средствах массовой информации и вызвавшая соответствующий резонанс, мы всегда сразу ставим это на свой контроль и полностью все это отслеживаем. И если, например, не от нашего имени будет предоставлен соответствующий пресс-релиз или пресс-конференция, то по нашей рекомендации соответствующий правоохранительный орган обязательно даст пресс-релиз либо пресс-конференцию. Как вы думаете, что в Кыргызстане коррупция против коррупции против коррупции против коррупции? Я могу однозначно сказать, что результаты намного лучше, чем были в предыдущие годы. Это, конечно, связано с тем, что вопросы противодействия коррупции находятся на личном контроле у президента Кыргызстанской республики. И если бы, например, я знал, что будут задаваться сегодня вопросы именно конкретно, я бы привел бы вам уже конкретные цифровые данные. Но я считаю, что вы имеете право верить мне на слово и однозначно я могу вас заверить, что у нас осуществляется эффективная борьба противодействия коррупции. Но все равно есть определенные чиновники, есть определенные государственные служащие, которые, несмотря на то, что у нас существует очень жесткое законодательство в части противодействия коррупции, потому что мы, насколько знаем, коррупционные преступления, они отождественны или отходят от понятия срока давности. Поэтому люди, совершая данное преступление, должны всегда знать, что они рано или поздно будут нести всегда эту уголовную ответственность. Задержание судей, задержание высокопоставленных руководителей соответствующих государственных органов, задержание сотрудников органов внутренних дел, это все идет именно в рамках того, что под контролем президента Крымской Республики, под мониторингом секретаря Совета Безопасности, правоохранительные органы ошляют соответствующую эффективную борьбу противодействия коррупции. По поводу таможни, говорили, что нету коррупции, заявили. А вы верите на это слово? По поводу таможни, что там нету коррупции, понятие коррупции, она у нас достаточно такая... Ну, контрабанда, имеете в виду. По контрабанде, можно я вам чуть попозже эту информацию предоставлю, потому что, как я сказал, мы сегодня обобщаем все необходимые материалы к предстоящему заседанию Совета Безопасности, и осталось подождать 2-3 недели, и, в принципе, вы услышите все.